Все уже давно ждут рум-тур, и сегодня тот самый день, когда я расскажу про свою квартиру в Финляндии. Но, казалось бы, при чем тут квартира, и я стою на улице. Почему? А все очень просто. Я хочу сначала показать снаружи дом и рассказать немного о нем. Вот здесь моя квартира на последнем этаже. Вот тут вот. На самом деле мне очень повезло, потому что очень красивый вид. Это самый высокий дом, кажется мне, здесь. Ну, то есть стоит на возвышенности. И здесь рядом находятся сразу мусорные баки, куда приносишь мусор, выбрасываешь вот сюда вот. Я не знаю, по каким дням приезжает мусоровозка, но там он приезжает, там такие виллы вставляются в этот бак, поднимаются. И, то есть, ну все автономно сделано, само собой. И здесь очень интересно сортируют мусор. Здесь у нас только два бака. В некоторых районах их там типа штук шесть. Для стекла, картона, пластика, дерева и всего разного вместе. Такие дела, в общем. Здесь есть зона барбекю и стоянка велосипедов. Также есть стоянка автомобилей, только она находится со стороны улицы больше. Тут несколько домов сразу вместе. И паркинг ко всем относится сразу. Вот здесь вот проходили летом все тусовки, на которых меня обычно не было. Потому что все пьют жестко в Европе. Не знаю, как это объяснить в плане того, что... Ну, типа, вот здесь вот так сидишь, да, вроде, все тихо, очень спокойно. А вот первые дни здесь просто такой голодеж стоял. То есть, с других студенческих районов все собираются сюда, приезжают. Из-за того, что все же, ну, недавно приехали, все веселые, на расслабоне, так скажем. И все тусят здесь. Потом прошла первая, неделя вторая. То есть, выходные несколько штук прошли. И все подуспокоились, что ли. Сейчас уже тусовок нет. Тем более, было несколько предупреждений о том, что слишком громко. Я помню, как до 4 утра все шумели. Но эти времена быстро прошли. Тем более, уже похолодало. Все научились. Все узнали, где находятся клубы. И они начали там тусить. Как я понял. Мне это больше нравится, потому что не так шумно, как раньше. Вот здесь вот есть почта. Вот так вот это выглядит. Но, как вы видите, я вообще в футболке. На улице градусов 5. И холодно, честно говоря. Вот такую штуку установили. Честно говоря, еще не разобрался. Кейбокс, ну типа, ящик для ключей. Обычно дверь открывается вот так вот. То есть, ключ. Вот так вот раз. И он открывает замок. Но здесь все не так просто, как вы думали. Ну вот такие штуки, да, установили. Кейбокс. Как я понял, вот сюда вот кладется ключ. Сейчас я нахожусь в главном коридоре своего дома, так скажем. И сюда могут попасть люди из других домов. Потому что здесь находится прачечная. И мне даже в этом повезло, что никуда не нужно выходить. Там относить вещи. Сразу спустился на нулевой этаж, так скажем. И отнес вещи стираться. Здесь также есть лифт, который я показывал не один раз в своих видео. И с этим тоже мне повезло. Потому что не в каждом доме есть лифт. Сначала я думал, блин, ну что 5 этажей-то подняться. На самом деле их здесь 6. Потому что первый этаж у них не считается. Это считается как паркинг, наверное. Не знаю, ну там буква П в лифте. Вот. И когда ты покупаешь много продуктов, конечно, на лифте... Вот эту дверь, вот. Видите, открываю я. А здесь написано, вот, для домов CDF может, типа, открыть любой человек. Здесь у них есть ключ. Одной рукой, конечно же, не получается. Но сейчас я открою и зайду туда. Здесь стоит такой гул из-за того, что одна сушка почему-то начала шуметь. Я не знаю. Когда я приехал, все было нормально. В общем, сейчас я вам покажу. Я хотел сегодня постирать вещи, но все время забронировано. И здесь это работает так. Ты заходишь на сайт, бронируешь время для стирки, время для сушки. И, в принципе, все очень удобно сделано. Спускаешься на нулевой этаж, все, закидываешь свои вещи. Веси. Закидываешь свои вещи и все. Через час приходишь, их забираешь. Сразу закидываешь в сушку. Через час забираешь сушки. Там, через полчаса. И все, у тебя сразу сухие вещи. Через полтора часа, грубо говоря. Это очень удобно. Помимо этих двух сушек, есть еще комната, в которой люди вешают свои вещи. Здесь дует такой теплый ветер. И люди сушат свои вещи. Как вы видите, вокруг меня висят всякие кофты, штаны. И вот эта вот штука дует теплым ветером. Ветером? Дует теплым ветром. И это вот как спасение. Если ты не успел там забронировать время для того, чтобы сушиться, нечешь сюда вещи и вешаешь. Еще у тебя есть пять резерваций за неделю. То есть, ты можешь там пять раз либо высушить вещи, либо постирать, либо четыре раза постирать, четыре раза высушить, один раз постирать. Короче, как хотите, так и делайте. А сейчас я поднимусь наверх и наконец-то расскажу вам про квартиру саму. Это название дома. Типа Building A. Еще есть прачечная в доме F, но я там ни разу не стирался, потому что зачем нести вещи туда, если все есть в своем доме. Вот так вот выглядит лифт. Вот. Ты такой заходишь, так-так-так. Нажимаешь на пятый этаж, вот так вот, поднимаешься наверх, машешь камеру всем. Такие дела. Еще, как видите, вот, типа один, два, три, четыре, пять. Но еще есть P, это тоже как этаж. И поэтому дом получается шестиэтажный, а не пяти, как казалось бы. Достаем тот же ключик от всех дверей, один ключ. Вот свет сам по себе включается. Ты зафушироваешь вот так вот. Чик. открываешь и заходишь домой. А что у нас тут ждет? В принципе, ничего. Честно скажу, я толком не убирался для лучшего понимания, так скажем, картины. И по сути у меня тоже дверь открывается тем же самым ключом, но я просто его не закрывал. А, круто. Будильник. как я вовремя зашел, кстати. В целом, самое прикольное в этой квартире то, что классный вид. И когда пойдет снег, мне кажется, вообще будет прикольно. Но сейчас не об этом. Давайте расскажу вам немного про свою комнату. Вот, допустим, мы только в нее заходим. Вот, поворачиваюсь. Вот, вы такой заходите. Да-да-да. Тут, в принципе, место нормально. Не знаю, наверное, метра четыре в ширину и метров пять в длину. И это очень круто, потому что мне кажется, что в Нижневартовске, допустим, в общаге, здесь бы стояло ну, кровати две, а может и три в худшем случае. Не знаю. Здесь сразу есть такие вот три больших шкафа, стол, вот эта вот эта вот штучка, полка и вот тут вот маленькая такая тумбочка, так скажем. они идут сразу с квартирой вместе с кроватью и это все стоит 15 евро каждый месяц, это как аренда, потому что я приехал ну, по обмену, зачем мне что-то покупать. Вот ребята, которые здесь снимают основательного, который учится там полноценно, они покупают всю мебель сами по себе. И не знаю, мне нравится, типа всего лишь 15 евро отдаешь в месяц и ничего не нужно покупать, потому что потом бы пришлось это все продавать или выбрасывать, ну, то есть лишние заморочки, я бы сказал. Мне этого вполне достаточно, то есть у меня вещи не занимает даже половина этих шкафов, то есть они очень большие, прям с пола до потолка и вот это типа полки хватает, чтобы все барахло туда засунуть и вот когда я только заселился, стол и тумбочка стояли вот у стены. Просто мне неудобно, мне легче вот сюда вот камеру поставить и с вами обычно разговаривать. Я это делаю вот так вот. Сажусь сюда и здесь камера обычно меня снимает. Сегодня еще снимем такой фрагмент именно с того места. Ну, а мы продолжаем. Идем дальше. Я живу не один, у меня есть сосед, он из Венгрии, парень учится на этом, на докторскую степень какую-то, не помню на какую. Он, по-моему, даже мне не говорил, но суть не в этом. Очень дружелюбный, классный такой парнишка, ему лет, наверное, 23-25 может. Он сейчас куда-то уехал, в последнее время он в разъездах, не знаю где, но в прошлый раз он ездил домой в Венгрию. Вот. Сейчас мы находимся на кухне и здесь, в принципе, есть все, чтобы нормально жить. У вас есть холодильник, такой, не очень большой, но его достаточно даже на двоих людей. Такая плита электрическая, вытяжка, микроволновка и место, где можно все постирать. Вода из кранов течет наичистейшая. То есть в Финлянде можно сразу пить из-под крана и вода будет чистая. Это очень радует. Испримечательно, тут больше ничего нет, то есть как бы дверь. Не знаю. Вот так она открывается и вы выходите на балкон. Самое интересное место в этом доме. И открывается здесь такой шикарный вид. Сейчас я вам покажу. вот город находится где-то вон там далеко. Вот это маленькая копия моего дома. Вот такой же дом, только он чуть ниже находится, потому что он так на низкой территории, а мы на высокой. Вот. Еще отсюда, отсюда, нет, отсюда не видно сауну. Вот там есть еще один балкон для сауны, то есть дом на самом-то деле ни пяти, ни шести этаж, мне кажется, вместе с крышей, но как раз тут семь этажей. В принципе, мне очень нравится балкон, потому что здесь всегда, как я и говорил, красиво. Просто обидно, что он не закрытый и там всегда холодно, но сейчас было бы классно вечерками там пить чай, если бы стоял стол какой-нибудь, но там прохладно. Это дверь моего соседа, у него комната чуть побольше, потому что здесь у нас зона ванны и вот по сути вот эта комната, которая ванная, у него дополнительно здесь такое же пространство. Я не знаю, сколько он платит за квартиру, но мне кажется, чуть больше, чем я, потому что обычно у кого больше комнаты, они платят чуть-чуть побольше. Ладно, заходим. Дальше мы вот так вот включается свет. Здесь обычный душ, ничего сверхъестественного нет. Вот тут еще одно зеркало грязное, кстати, да. Обычно унитаз, ничего интересного. В принципе, вот этого вполне хватает, чтобы, так скажем, обычные прожиточные потребности закрываются этим спокойно. Но мне нравится этот дом тем, что здесь не только вот у тебя есть квартира. Тут ты можешь еще пойти в сауну. Я не знаю, сейчас мы сможем туда попасть или нет, но очень хотелось бы. Также есть качалка какая-то маленькая, но там есть комната моя примерно. Я там был один раз, когда только приехал, мне его показали. Он не очень интересный, потому что мне всегда хватало турников на улице. Там есть какая-то штанга, какие-то гири. И недавно на почту мне пришло сообщение, типа, кто был там в спортивном зале и случайно забрал гири к себе домой. Пожалуйста, верните обратно. Я думаю, ну да, конечно, можно случайно забрать с собой гири. Здесь есть вытяжка, есть пожарная безопасность, которая иногда у соседей шумит. Я не знаю, что они там курят или что. Просто обычно ты так сидишь и что-то начинает пикать. И ты думаешь, что это у тебя. А на самом деле это у кого-то там. Кстати, вот из-за того, что на улице сейчас никто не тусит, иногда как будто весь дом гремит, потому что когда начинают в одном месте шуметь, это все просто как будто по всем стенам разрастается. Ну, бывает иногда очень жестко. Поэтому на почту очень часто приходят такие предупреждения, типа, не шумите, пожалуйста. Если вы знаете, кто шумел, типа, дайте нам знать номер квартиры, чтобы мы вынесли там какие-то санкции им. Вот. Обычно вот так вот. По поводу моей двери. Вот, допустим, я ухожу куда-то и мне нужно, чтобы мой сосед не зашел. Вот здесь есть вот маленькая эта штучка. Вы ее поднимаете и закрываете дверь, ее никто не может открыть. То есть вот так вот берешь, чик, и все. И как бы она открывается только с ключом и все. Поэтому не стоит ничего бояться в этом плане. Но я никогда дверь не закрываю. То есть у меня сосед в этом плане какой-то странный. Он всегда дверь закрут и держит, как будто я у него что-то украду. В общем, вот сейчас поднимаемся наверх. В сауну, по-моему, сауна стоит что-то, типа вы можете группу вову, типа пойти вместе там с ребятами, а можете как бы сам по себе забронировать, но это дороже, по-моему, стоит. И не во все дни, как я понял. Ну, неизвестно. Не знаю. Но закрыто. Странно. Ладно. Закрыто. Тут такой же ключ, то есть для тех же домов, которые могут и в прачечную попасть. Для них то же самое. Здесь есть вот электрический такой щиток, как бы там по-моему все электричество из здания. Но я там ни разу, конечно же, не был. Вот мы спускаемся и коридор мой выглядит вот так вот. То есть 31-й. 31-я квартира. Это моя. Вот вы идете, тут есть еще одна квартира. Вот в нем типа живет один человек. Есть квартиры, вот в которых живут три человека. Кажется, максимум три человека. Я не знаю, не помню. Есть одноместные. Нет, есть четыре человека живут. То есть вот видите, четыре фамилии здесь прикреплены. Бывает по-разному. Такие дела. И сейчас пойдем на улицу, я вам покажу остановку. Она здесь очень рядом находится, то есть очень удобно добираться до города, но обычно я хожу пешком. Вот так вот мы и вышли на улицу. В этот раз в куртке, потому что не хочу заболеть. Не хочу. Вот. Идем сейчас до основки и по пути вам расскажу еще интересную штуку. Здесь очень много таких вот, так скажем, подземных переходов, потому что сверху обычно дорога идет, а здесь переход под дорогой. Это я пошел длинным путем через переход подземный, но можно просто вот сзади моего дома бежать, дорогу перебежать и быстренько дойти до основки. Это займет, ну, не знаю, секунд 20, может. То есть, есть быстрее переход, то есть, есть быстрее подход к этому. Нету, короче, ничего быстрее. Все. Не знаю, как это сказать. Как я понял, в этом районе, он называется Мильярви, есть 6 домов, в которых, в котором живут и студенты, и ребята, которые закончили универ. Как я помню, мне говорили, что можно еще арендовать год после обучения, то есть, тебе еще дается год. Вот. В целом, здесь еще есть речка рядом, поэтому мы сейчас идем туда, и я вам покажу оттуда вид. Жалко, что сейчас не тепло, и нельзя искупаться, но что поделать. Тут есть еще прямо сразу же дома частные, но, мне кажется, в них тоже квартиры сдаются, потому что они необычные, там много, так скажем, комнат, что ли. Вот. А тут еще есть парковка, как я говорил. Вот. Это парковка, здесь места также сдаются в аренду, и при желании можно арендовать парковочное место. В принципе, тут все можно. Есть еще комната, которая, типа, для, ну, общая зона. она бесплатная, ее тоже арендуешь, идешь там с друзьями собираетесь, можете пойти туда. Я там ни разу не был, но я видел, как другие ребята тусили, то есть там тоже очень большая комната, на человек, наверное, восемь, не знаю, то есть подходит для таких вечеринок, так скажем. и вот частные дома. Вот эти выглядят так, что, ну, видно, что, допустим, вот в каждом из этих проходов, наверное, живут разные люди, но здесь виден дом, в котором живет, наверное, один или два человека. И это круто. Кстати, здесь вот интересно очень, есть такие черные дома, серые всякие, разные, а в России обычно это же, типа, такие коричневые, и вообще в целом в России в пригородах, ну, типа, не знаю, не так хорошо все устроено, что ли, а здесь всегда газон постриженный, всегда, даже в прошлом видео, по-моему, говорил, что нет заборов таких высоких, это вот такие маленькие, всякие кустики ставят, как декоративные просто. Уровень безопасности тут на высоте, и тем временем мы почти дошли до речки. И она еще не замерзла, как ни странно, хотя минусовые температуры уже были, но вечером уже под вечер минус, но днем уже как бы плюсовая температура, поэтому снег не успевает лечь, уже сразу тает. Что-то я слова все забыл на свете, как только камеру в руки взял, но ничего, учимся, учимся, прокачиваем свой скилл. Такая маленькая детская площадка, сразу туалет, спасательный круг, что это такое, наверное, тоже еще не какой-то туалет, тут доска какая-то, наверное, на которой написано «Не купайтесь там без взрослых» или что-то такое. Ну да, именно это и написано, кто умеет переводить, переводите, это назвали, назвали, название нашего вот этого вот района. «Милиярви», только на финском языке. Без собак, без птиц, без людей с мусором, без окня, без рыбалки и вообще речка, которая не речка. До этого озера метров сто, до основки метров тридцать и до города, ну, на машине, наверное, за минуту десять можно доехать, не знаю, семь. То есть тут очень близко. Но я обычно хожу пешком, потому что, ну, пока погода позволяет. Произнос стоит тридцать восемь евро, кажется. Ветер дует, я не знаю, насколько хорошо меня слышно. Еще куча волос. Вы подумайте, почему я уже наконец-то не подстригусь, но это такой челлендж для меня, потому что никогда не было длинных волос таких. Что-нибудь придумать надо будет по возвращению в Россию. Вот, такие дела. Наверное, всех уже интересует, сколько это все стоит, но сейчас я дойду домой, присяду, на то место, которое вам показал и все расскажу, потому что уже устал держать камеру, холодно. Ну что, друзья, вот я и сел на свой. А где эта штука? А вот она. Закидываешь сюда, потом берешь эту штуку сюда, бах, и поехали. Что, друзья, вот я и пришел домой и теперь самое интересное, вот эта штука что тут делает? Самое интересное, сколько стоит аренда квартиры в месяц? Я плачу за квартиру 335 евро, это с учетом того, что 15 евро стоит аренда мебели, следовательно, сама комната стоит 320 евро в месяц, но все уже типа в договоре, ты сразу платишь полную сумму. За интернет я не плачу ничего, здесь Wi-Fi довольно быстрый, у каждого свой Wi-Fi, на крыше дома стоит огромная такая антенна, да, наверное, называется, не знаю, то есть она прям хорошо передает сигнал. За свет, за воду, само собой, я ничего не плачу, ну, вроде все. Я знаю, ну, из-за того, что я живу за городом, это не так много, но я знаю, что именно эта квартира почему-то дорогая, возможно, из-за того, что дом новый, возможно, ремонт хороший, из-за того, что там, допустим, laundry, как эта штука называется, прачечная, из-за того, что прачечная в доме, из-за того, что есть лифт, из-за того, что все удобства рядом, из-за этого, возможно, чуть дороже, то есть есть квартира, которая стоит 270, кажется, там 250, если не ошибаюсь, только уже в старых домах, чуть подальше, вот, и само собой, если в городе, то там уже сумма может быть порядка 400 евро, там все же за комнату, если, ну, то есть чем больше людей в дом, ну, в квартире, само собой, тем она дороже, студии стоят дороже, и на них вообще очередь стоит, девчонка хотела снять однокомнатную квартиру, чтобы в этой комнате жить, но не получалось, потому что прям очень много людей хотят, в целом, в городе можно найти квартиру, ну, за 800 евро, наверное, не знаю, честно, не могу сказать каких-то точных цифр, потому что сам ничего не сравнивал, мы в университете еще когда решали, типа, где арендовать, что арендовать, я выбрал сам этот дом, и как бы не прогадал, потому что на самом деле здесь очень хорошо, и я даже, наверное, рад, что я не в городе, потому что здесь мне нравится природа, все очень классно, и, ну, хотелось бы быть в городе, потому что все было бы очень близко, то есть до университета мне нужно ходить, мне нужно ездить, но, что поделать, что имеем, то имеем, скоро все равно домой, осталось всего лишь месяц, кстати, еще можно арендовывать, тут, тут мне кажется, все можно арендовать, кроме стабилизатора, когда он не нужен был, его вообще нигде не найти было, вот, можно арендовать велик, велик стоил, что-то 69 евро, на год, но зачем мне на год, если я приезжаю на полгода, и тебе нужно платить 100 евро, за то, что, типа, депозит 30 евро, и 69 за сам велик, я подумал, что мне он не сильно понадобится, потому что скоро, типа, снег, там все такое, на самом деле, возможно, и стоило бы взять, как бы это облегчило бы мою жизнь, но, не знаю, не взял, не взял, ничего страшного, думаю, в этом нет, потому что я обычно всегда пешком хожу, и это, как бы, классно. Кстати, дома здесь не так тепло, как мне сказали, во Финляндии экономят, на этом, то ли государство как-то, то ли со стороны экологии, то ли со стороны экономики, не знаю, они здесь не сильно отапливают квартиры, но именно вот эти дома, в которых я нахожусь, как я понял, и из-за этого мне пришлось, ну, как, мне говорили, что мне придется купить обогреватель, но тут мои друзья из России подогнали обогреватель, сказали, что там нет места уже в кладовке, там есть еще комната, да, резервная, где ты можешь все складывать, по-моему, это тоже стоит каких-то денег, там, в месяц, но, в общем, мне сказали, просто забери, и это будет уже хорошо, я забрал, отблагодарил чаепитием, и все, вот, поэтому у меня всегда тепло, и классно, уютно, вот, я не знаю, когда зима наступит, как бы, уже в Нижневартовске родном, там уже минус двадцатка, все плотно, уже зима, нормально, а здесь, что, ну, типа, на улице, наверное, плюсовая температура, ночью, там, может, до минус трех доходит, не знаю, сказали, что зима начнется уже, там, после января, наверное, не знаю, после, после декабря, вот, хотя в это время уже в Нижневарске будет минус 40, я уверен, так вот. Еще подписывайтесь на мой новый инстаграм аккаунт, потому что старый заблокировали, и многие ребята, кто подписывались, они потеряли меня, некоторые люди, кому я давал свой телеграм, они мне писали в телеграм, или что случилось, что с моим инстаграм, но старый аккаунт заблокировали, и в каком-то из прошлых видео я уже рассказывал, вот, советую вам подписаться на мой новый инстаграм, поэтому, вот так вот, очень много интересного контента, да, мои истории, мои фотки, и что еще, да что может быть интереснее, только мои видео, вот и все, скромность, лайк. Давайте договоримся так, вы мне посоветуйте, о чем снимать видео, потому что я буду здесь всего лишь месяц, и это примерно еще около 8 видео, поэтому, если есть какие-то пожелания, идеи, давайте вместе их воплощать, вы напишите их в комментариях, я обязательно постараюсь что-нибудь снять, а вам хочу сказать большое спасибо, что поддерживаете, что подписываетесь на мой канал, это реально очень заряжает, и мотивирует, поэтому эти видео и выходят, благодаря вашей поддержке, так скажем, всем удачи, всем пока, и что и? всем удачи, всем пока!